В условиях пандемии даже будущим медикам запрещен вход в операционную, поэтому за процессом наблюдают дистанционно, а 3D очки обеспечивают им эффект присутствия. Каждое движение хирурга студенты видят на мониторе с точностью до миллиметра. Сегодня сочетание лазерных генераторов и лапароскопической техники позволяет оперировать без разрезов и даже без проколов. Этой ювелирной работе обучают и иностранных студентов. Доцент кафедры хирургии Эльдар Аблаев рассказывает студентам о диагностике и современном лечении болезней желудочно-кишечного тракта. И все это на английском языке. Преподаватели Международного факультета медакадемии как универсальные солдаты спасают жизни, обучают будущих коллег, при этом свободно владеют иностранным языком. На этой паре азы медицины объясняют студентам из Индии. Мы стараемся им показывать оперативные вмешательства, диагностические методы, чтобы они понимали и видели полную картину дальнейшей своей работы. Братья Кумар покинули родную Индию шесть лет назад. При выборе страны обучение долго не раздумывали. Качество российского образования за рубежом ценят. На родине Акаш собирается стать терапевтом, а ли те хирургом. В Индии их специальности очень востребованы. Первое, что мы думаем, здесь хорошая погода и хорошо училась здесь, поэтому мы это делаем. Ирам Парвин также из Индии. Стать врачом решила из-за тяжелой болезни отца. Мечтает вылечить всех онкобольных. Ни дорога, а другой университет Казань и Фаристан университет. Все дорога. Дни прокладно, температура. Египтянин Абдулла Юсиф на полуостров приехал два года назад. Сразу был очарован крымской землей. Здесь учились многие его соотечественники. Чувствует себя как дома. Говорит, в культуре народов полуострова и страны пирамид много общего. Качество образования здесь на высшем уровне. Профессиональные преподаватели, дружелюбные одногруппники. Я счастлив быть здесь. Подавляющее число иностранцев получает образование на английском языке посредники. Обучение по специальности лечебное дело длится 6 лет. В нашем университете все 6 лет мы обучаем студентов на английском языке. По специальности стоматология обучение длится 5 лет. И у нас есть новшество на этот год. Мы открываем стоматологию на английском языке. Есть у нас еще одна новость. Мы начали активно переводить к себе студентов из других вузов. Желающие могут продолжить обучение в ординатуре на русском языке. Перед этим они проходят подготовительные курсы. Только так можно понять мощь великого и могучего языка Пушкина и Достоевского. А некоторые из них, как Селия, Скария, Чако из Индии, даже занимают призовые места в международных конкурсах чтецов. Кажется, выбирайте по себе. Словодей любви и демолитвии. Иностранные студенты в Крыму впервые попробовали борщ, пельмени, плов, самсу, окрошку. Я люблю славика и котлета. Я так узнал. Быт иностранных студентов ничем не отличается от быта местных однокурсников. Типичная молодежная атмосфера. Здесь все есть. У меня личная комната, туалет, все есть. Интернет есть. В Крыму хорошо. Все нормально. Перед приездом в Крым иностранные студенты сдают ПЦР-тесты на COVID-19 дважды. Не ранее, чем за три дня до прибытия в республику и в течение четырех дней после въезда. При этом они соблюдают режим изоляции до выдачи результатов. По вакцинации, к сожалению, не такая высокая активность у отечественных студентов, при том, что иностранные студенты почти на 90% привиты. Студенты медицинской академии, видимо, как наиболее понимающие риски, они тоже привиты более 50%. А вот что касается студентов всех остальных, они пока не спешат прививаться. Возможно, просто потому, что они переболели в легкой форме, считают, что нет необходимости, и для молодого поколения они видят рисков. Российское профессиональное образование высоко ценится за рубежом. В Крым продолжают приезжать, несмотря на санкции. Сегодня в КФУ имени Вернадского обучается около 2000 иностранных студентов. За российским образованием в Крым приезжают и стран арабского мира, СНГ, Индии и Африки. Значительная доля иностранцев учится в медакадемии. Крымский федеральный университет собирается увеличить количество иностранных студентов до 5000 и открыть специализированные англоязычные курсы для популярных среди иностранцев в направлении подготовки.